Всем привет! Это шестая часть серии о роботах своими руками. В этой серии показана 3D печать, корпусов, датчиков, дальномеров, бамперов и сборка подвижной платформы. Подвижная платформа имеет в своем составе поворотно-опорные узлы, о которых я рассказывал в предыдущих частях. Платформа опирается на 4 колеса. Каждый ведущий узел будет состоять из поворотного узла, изготовления которых я показал во второй части плейлиста, а также встроенного в поворотный узел редуктор с шаговым двигателем. Федором я назвал свой концепт робота-домохозяина. Концепция моего робота включает в себя подвижную платформу, в которой будет находиться блок управления и взаимодействия с окружающей средой, а также бак для мусора и мини-турбина для работы в режиме пылесоса. Значимая часть работы при этом будет уделена руке-манипулятору, системе осязания и положения в пространстве. Эта рука-манипулятор должна будет работать со шлангом пылесоса. Основная функция этого робота – собирать мелкий мусор из шерсти домашних животных. Готовые колеса для подвижной платформы диаметром 100 мм приобрел через Алиэкспресс. Эти колеса используются в автомоделировании для радиоуправляемых машинок. Но у них был один недостаток с точки зрения применимости для моего робота. И этот недостаток заключался в том, что внутри полых резиновых шин был заложен поролон, который, конечно, не мог выдержать нагрузки от платформы. Поэтому я смоделировал в автокад полые вставки под резиновые шины. Напечатав вставки на 3D принтере, я вставил их внутрь резиновых шин. В левом верхнем углу показана печать пластиковых колес. Для того, чтобы робот мог ориентироваться в помещении, я собираюсь использовать систему определения расстояний до объектов при помощи лидаров. Название лидар идет от аббревиатуры Light Detection Entraining, на русском как обнаружение и определение дальности через свет. Сканирующие лидары в системах машинного зрения формируют двумерную или трёхмерную картину окружающего пространства. Всего лидаров на моей подвижной платформе будет 4. Такое количество лидаров определено тем, что мои лидары будут, в отличие от промышленных лидаров, охватывать область не 360 градусов, а всего 180. Угол охвата в 180 градусов в моих лидарах определен технологией изготовления. Каждый лидар состоит из двух сервомашинок и одного лазерного дальномера. Таким образом, лидар сможет охватывать область пространства, заданную половиной шара. Для лидаров использую сервомашинки SG90S. Они небольшие по размеру, благодаря чему общий диаметр корпуса лидара составляет 7 см. Сейчас справа внизу показана 3D-печать держателя сервомашинки для лидара. Соответственно, в правом верхнем углу эта же модель в автокаде. Как видим, резиновые шины замечательно натягиваются на пластиковые колеса. Внутрь пластиковых колес вставляем ступицы и всё фиксируем винтиками. Теперь такое одно пластиковое колесо вполне может выдержать до 10 кг. Конструкция моего лидара состоит из четырех элементов. Первый элемент – это основание, на котором имеется держатель сервомашинки. Эта сервомашинка производит поворот в горизонтальной плоскости. На штоке, поворачивающемся в горизонте, будет крепиться держатель второй сервомашинки, которая будет производить поворот в вертикальной плоскости. Этот держатель и есть второй элемент. Сам лазерный дальномер прикреплён к шарообразному корпусу, который поворачивается второй сервомашинкой вертикальной плоскости. Этот корпус – третий элемент. И четвёртый элемент – это задняя крышка шарообразной части для этого корпуса. И получился глаз-лидар. Поворотно-опорные узлы подвижной платформы собираются и крепятся на дюралюминиевом основании толщиной 2 мм. Ширина основания составляет 44 см. Печать всех деталей поворотно-опорного узла я показывал в предыдущих сериях. Осталось вставить шарики в специальные выемки этих поворотных узлов. На каждом поворотно-опорном узле имеется деталь – зубчатый шкив под ремень с GT2. Он будет приводиться в движение шаговым двигателем NEMO-17. Таким образом, при грамотном программировании платформа робота сможет перемещаться по любой траектории. Шарики в опорно-поворотные узлы вставляем с двух сторон. Сейчас в левом верхнем углу вы видите 3D-печать корпуса под лазерный дальномер. Соответственно, в левом нижнем углу модель этого корпуса в автокаде. Хочу напомнить, что все детали для робота я печатаю из пластика ПЭТГ. В отличие от пластика ПЭТ, он имеет улучшенные характеристики. Пластик ПЭТГ сумел, как материал, соединить в себе все положительные характеристики АБС и ПЛА. Что это за свойства? Прочность, гибкость, низкий коэффициент усадки, прекрасные адгезионные свойства, малая вероятность распаивания и деформации в ходе печати. ПЭТГ лучше еще и потому, что он прекрасно противостоит различному воздействию со стороны окружающей среды. Материал характеризуется стойкостью к растворителям, ветру, дождю, ультрафиолету. Поэтому ПЭТГ может использоваться для наружных работ и изготовления предметов, которые будут использоваться на улице. ПЭТГ отличается прозрачностью, что позволяет создать эстетичные модели. Итак, поворотно-опорные узлы собраны. Сверху одеты кожухи, внутри которых имеются пружины-амортизаторы. В верхней части этих кожухов имеются также выемки под шарики. Два поворотно-опорных узла ведущих, в которых встроены редуктора и двигатели, и два опорно-поворотных узла ведомые. Корпус подвижной платформы сделан из стеклопластика. Высота корпуса платформы 30 см. В составе платформы будет также находиться верхний поворотный блок для поворотной башни, почти как у танка или как у автокрана. На этой башне будет размещена рука-манипулятор и циклонный пылесос. По нижнему периметру корпуса платформы предусмотрен бампер, выполняющий функции датчика касания. А сейчас в левом верхнем углу заканчивается печать корпуса датчика дальномера и начинается печать задней крышки корпуса. Глаз лидар. Для изготовления корпуса платформы выбран материал стеклопластик не случайно. Во-первых, изготовление такого большого корпуса по времени получится гораздо быстрее, чем на 3D принтере. Да, 3D печать очень времезатратное производство. Стеклопластик прочен, легок, а также легко обрабатывается. Для примера могу напомнить вам про мой циклонный стационарный пылесос, также сделанный из стеклопластика. Цена материалов для стеклопластика сопоставима с ценой пластиковой нити для 3D печати. О процессе изготовления стеклопластикового корпуса, башни и поворотного узла под башню смотрите в следующей серии. С аппаратной точки зрения сканер довольно прост. Два 9-граммовых микромотора контролируют оси вращения поворота и наклона. Корпус конструкции напечатан на 3D принтере. Время сканирования в основном зависит от выбранного шага серводвигателей. Диапазон составляет от менее минуты до 30 минут. Точность измерения составляет несколько миллиметров. Благодаря библиотекам Arduino ServoH и LiDAR LightH, код для управления этими элементами сервомашинками стал намного проще. Микроконтролер знает углы сервоприводов и расстояние до препятствия. Небольшое количество вычислений требуется, чтобы преобразовать угол поворота, угол наклона и информацию о дальности в гораздо более удобные координаты x, y и z. Используя формулу преобразования сферических в декартовой системе координат, микроконтролер выводит положение точки по последовательному порту. Чтобы собирать, отображать и использовать данные, Java Framework, созданный для работы, связанный с графикой. LiDAR Weaver считывает последовательный порт для получения данных, отображает его в виде трехмерного облака точек, которое мы можем масштабировать, перемещать и сохраняет его файл, чтобы мы могли использовать его позже. Сейчас в правом нижнем углу 3D-модель задней крышки корпуса дальномера. Каждый LiDAR глаз, а их четыре, размещен под углом 70 градусов от горизонтали. Такое положение LiDAR обеспечивает полный охват пространства в верхней части. А работа сразу в четырех направлениях будет ускорять процесс сканирования и измерения окружающего пространства. Во всех подвижных элементах, основания, корпуса и других частях используются микроподшипники. Немного теории. Лазерные дальномеры по принципу работы можно разделить на три основные типа. Первый – триангуляционные. Дальномеры этого типа определяют расстояние, используя законы геометрии. Дальномер измеряет угол между лучом лазера и отраженным лучом света, попавшим на фотоприемник. Из величины этого угла и расстояния между лазером и фотоприемником вычисляют текущее расстояние до объекта. Второе – фазовые. В этих дальномерах свет лазера модулируется высокочастотным сигналом. Задержка во время распространения луча в его полете до объекта и обратно приводит к появлению фазового сдвига между сигналом, который используется для управления лазером и который принимается от объекта. Третье – импульсные. Также их называют время пролетное. Time of fight. Эти используют классический, наиболее известный большинству метод измерения расстояния. Дальномер измеряет время полета вспышки света до объекта и обратно. У этих дальномеров есть преимущества. Лазер используется в импульсном режиме, что позволяет формировать импульсы сверхбольшой мощности, за счет этого можно измерять очень большие расстояния. Можно сделать малогабаритные устройства, в том числе датчики вроде VL53L0X, которые используют этот метод, которые будут использованы в моем проекте. Основание лидар-дальномера, который вы сейчас наблюдаете на экране, имеет полушарообразную форму, через центральную часть которой проходит шток, вращаемый сервомашинкой в горизонтальной плоскости. Для 3D-печати основания дальномера пришлось использовать поддерживающую конструкцию в виде лепестков. Эти лепестки можно увидеть в окошке модели Автокад. Такие же поддерживающие лепестки были использованы при печати задней крышки корпуса дальномера. После печати все лишние поддерживающие элементы были удалены. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...